Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня мы приготовим очень вкусное блюдо из тыквы. Вы посмотрите, какая красавица тыква! Прям есть китайский огурец, которого отрезали по кусочку. У нас вот такая громадная тыква. И мне понадобится примерно 500-600 граммов тыквы. Я ее отрежу. Также мне понадобится стакан овсяных хлопьев. Я их смельчу в блендере в муку овсяную. Также мне понадобится 2 яйца, чайная ложка разрыхлителя или же пол чайной ложки соды. Еще мне понадобится 1 чайная ложка соли. У меня соль вот базиликовая. Также 1 чайная ложка я взяла орегано и 1 чайная ложка итальянских трав. По вкусу немножечко черного молотого перца. Ну и муки мы будем, стакан кефира или же кислого молока. А муки пшеничной мы будем добавлять по необходимости. Потому что сочность тыквы бывает разная. Разный размер яиц. Поэтому будем ориентироваться уже в самую последнюю очередь. Отрезаю примерно 500 граммов тыквы. Я ее сейчас почищу и натру на крупной терочке. Многие спрашиваете, какой сорт тыквы. Покупала семена как тыква мускатная. Но они у меня там много сортов. Они между собой опылялись. Я не знаю, это чисто мускатная или уже какой-то гибрид у меня. Даже не скажу вам. Сладкая, друзья. Что я с ней не делаю? Я сахар не добавляю. И насколько дочка моя не любила тыкву, сейчас она, потому что покупала в магазине, в городе, она была невкусная. То вот эту тыкву берет с удовольствием и готовит. И говорит, что бесподобная тыква. Тыква готова. Теперь один стакан на 250 миллилитров овсяных хлопьев я измельчу в блендере, либо в каком-то измельчителе в муку. Вот до такого состояния измельчила. Видно, что получилась овсяная мука. Меленькая-меленькая такая крупка. Теперь я разбиваю 2 яйца. Добавляю 1 чайную ложку базиликовой соли, можно взять обычную. И хорошо перемешаю желток с белком. Сюда же отправляем кефир, либо же кислое молоко. 1 стакан, примерно 200 миллилитров. И опять хорошо перемешиваем. Отправляем овсяную муку. И опять перемешиваем. Разрыхлитель, пряные травки. Сюда же добавим совсем чуть-чуть по вкусу черного молотого перца. Кто любит много, добавляйте больше. Перемешиваем. И добавляем сразу же тыкву. Добавляю пока 2 столовые ложки пшеничной муки. Любой, можно высшего сорта, можно цельнозерновой. И перемешиваю все. Ложки недостаточно. Я добавляю еще 3 ложки. Получается 5 столовых ложек, как я и запланировала. И все хорошенько, тщательно перемешаю. Все. Оставим на минут 10, чтобы немножечко наша мука овсяная и пшеничная набухли. Отдали свою клейковину. А мы тем временем подготовим форму. И можно подготовить любые зернышки, какие у вас есть. Кунжут, тыквенные семечки, льняное семя, что угодно. Через 10 минут, вот я подготовила форму. Смазала ее сливочным маслом. Можно смазать растительным. И выкладываем всю вот эту нашу массу на противень, либо на сковородку. И распределяем в один слой равномерный. Ну вот мы разровняли равномерным слоем. Теперь нам нужно взять, у меня вот здесь немножко кунжута. Я присыплю кунжутом. И также немножечко совсем тыквенных семечек. Также присыплю тыквенными семечками. Вот штук, я знаю здесь сколько штук. 40, наверное. Распределяем по кругу. Вот и все, друзья. Все наше приготовление завершено. Духовку я включила разогреваться до 200 градусов. Отправляю в духовку и будем запекать до готовности. Чтобы использовать духовку на всю катушку, зря не тратить электроэнергию, я просто оставшуюся часть тыквы нарезала вот на такие брусочки. Не добавляю абсолютно ничего, ни сахара, ни соли. Запеку и после того, как она испечется, по желанию можно полить медом. Ну вот, друзья, одновременно испеклась у меня и тыква. Я ее проверила деревянной палочкой. Можно проверить вот так вилочкой. Прокалывается. Все готово. Выкладываем тыкву. И сейчас сразу же достанем и нашу запеканочку. И вот такая у нас получилась запеканочка. Также все пропеклось. Мы также ее проверили деревянной палочкой. Сейчас выложим ее на блюдо. Так, пробуй. Сейчас расскажем. Запах хороший, приятный. Уже можно кушать. Хорошее дело. Вкусное. Подождали чуть-чуть, пока слегка остынет. Но мне кажется, что холодная она будет даже еще вкуснее. Так что здесь два в одном. И овсянка, и тыква, и сплошная польза. И для печени, и для желудка. После обильной вакцинации печень кричит, это тоже надо. Прямо приятно. Прямо приятно. Хорошо вкусно. А полная тарелка у нас к чаю, посмотрите. И конфет не надо. Вкуснятина. Я попробовала сладкие, сладкие, вот эти кусочки тыквы. К чаю то, что нужно. Очень вкусно. Этот рецепт, друзья, заслуживает внимания. Особенно после наших застолий, еще раз повторюсь, это то, что надо. Готовьте, разнообразьте свой стол. С наступающим хрящением всех. С большим праздником. Всем добра в дом. Всем здоровья в дом. Всем семейного согласия. До свидания. До новых волнующих встреч. Пока. Будьте здоровы. А если будете кушать тыкву, то будете здоровы вдвойне. Это вкуснятина. Хорошее дело. Кот голодный зло глядит. А нам не терпится кушать. И что я сам ем с риской? Кто принимает эстафету, напишите в комментариях. А Васька слушает, да ест? И мурмур. А что он сейчас все лето? Ну, цены так и не поменялись. У нас заморозок. Оно постояло даже не 30, а 40 минут. Не забудьте лайк поставить. Все. Все, хватит. До свидания. До свидания.